Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте! А сейчас я постараюсь ответить. Кстати, у кого есть кофе, чай или кефирчик, или молочко, пожалуйста, приготовьте, потому что, ну, я не могу так вот дать информацию и уйти. Я люблю поговорить, пообщаться с вами. Ну, вот как-то так. В общем, что нужно, чтобы получить качественный белый цвет волос и при этом не испортить волосы, не выглядеть как мочалка? Меня спрашивали, как вы умудряетесь, ведь у вас очень редкий волос. У меня не то слово редкий, это неправильно. У меня вообще три волосинки. Я родилась с пухом, я родилась не с волосами, я третий ребенок из четырех, и мне как третьему все по полной программе и досталось. Не знаю, но волос мне не досталось. Это всю жизнь, я даже так прикалывалась, говорила, реклама волос, там, Ходан Шолдерс или еще что-то, и показывала понтин, брови там или еще как-то, и мы с сестричкой вот так вот шутили, я распущу, ну, мы смеялись так, потому что, ну, три пера, перышки, они как были изначально, так и остались. Но мне удалось сделать из пуха волосы, мне удалось окрашивать их, получать хорошие насыщенные цвета и при этом не портить их, а наоборот, как-то у меня структура волос улучшилась, и улучшилась довольно-таки значительно. Качество волос очень отличается от того, что было в 17-18 лет. Ох, как я тогда страдала, потому что я не знала, как, а мне надо было в 18 лет, я стюардессой летала, мне нужно было всегда причесочка, я должна была выглядеть изумительно, понимаете, на меня весь мир смотрел, и что я только не придумала. И потом, девчонки, бегом-бегом, перед полетом мы очень часто заходили в парикмахерские, и очень часто выходили оттуда лысые или полулысые. Особенно была модна химическая завивка. Ну, в общем, сейчас не об этом. Меня спросили, как же я вот быстро, вы так летом раз-раз, и вы стали блондинкой. А кто вам сказал, что быстро? Во-первых, я это делала в несколько этапов самостоятельно, потому что, ну, отдавать именно покраску своих волос в руки чьи-то я не могу. Так же, как и лицо своё, косметические все средства и маски я не могу отдать в чьи-то руки, потому что нет у меня ни одного примера после косметологов идеальных лиц. Нет, перепаханные лица есть. Воспалительные лица с воспалениями, которые уже просто бесконечные у них походы. Один раз стоит сходить в косметический, это будет постоянно. Поэтому нет, вот есть вещи, которые я не могу позволить никому прикасаться. Стрижка – да. Укладка – да. А покраска – извините. Итак, ну, во-первых, беру одну-две упаковки краски для волос, одинаковый, чтобы знать, что чётко буду в следующий раз опять этим же. Кстати, зависит от густоты, от длины. Может, вам надо будет три упаковки взять. Потом старая одежда или накидка у меня всегда есть. Клеёнка на пол. Краска, потому что въедается, если вы какой-то краской будете. Но если обесцвечиваетесь – нет. Ну, а если вы другую какую-то, вот как я раньше рыженькой красилась, она въедается везде. Потом кисть для окрашивания специальная, расчёсочка. Ну, расчёска, сейчас я вам покажу, вот такую, чтобы, excuse me, вот такую вот беру расчёсочку, чтобы на пряди. И вот тут вот, потом железо нам не нужно. Нам в основном нужна вот эта часть. Это у меня для покраски. И специальная кисточка есть. Вот, мисочку берём, всё смешали. Краска, окислитель, что там ещё у вас. Я обычно добавляю туда репейное масло. Три-четыре капельки обязательно добавляю, чтобы не жглись корни волос, чтобы вот этого не произошло. Секрет такой. Обязательно добавляйте репейное маслечко. Несколько капель. Нету репейного масла, добавьте оливковое масло. Вот. Замешиваем всё в неметаллической посуде. Что ещё? А, ещё можно добавить какую-то маску, которую вы сами приготовили. Смягчающая. На основе какого-то бальзамчика. Вам нужно обязательно вазелин или крем, который вы вот здесь вот. Я обычно использую балея свою, свой вазелин. Вот в этих местах. Для того, чтобы не текла краска или окислитель или что-то ещё. Начинаем с корней. Всё это обесцвечиваем. Значит, держу недолго первый раз. Когда первый раз обесцвечиваю, не более 20 минут, а то и 15. Убираю. Если вы, как я, с рыжего цвета, то у вас будет такой потом цвет соломы. Он мне не совсем нравился, но ничего. Я походила с ним две недельки. Цвет соломы две недели. Вот. Потом, но в течение этих двух недель я продолжала лечить волосы. Потому что для них это был удар. Просто удар. Представьте, я вообще до этого пользовалась в основном хной. И тут такой удар, потрясение просто. Через две недели я повторила процедуру. И опять это уже двойной удар, скажем. Но опять-таки начинаю с корней. Если вот здесь вот у меня белый цвет, я уже сюда ни в коем случае не наношу краску вообще. Только вот здесь, допустим, вот сейчас-то у меня нет. Ну вот, когда вырастут корни еще. И я наношу только на эту часть. Эту часть я вообще не трогаю. Дальше. Постоянно питаю. Сейчас это вообще у меня. Три раза сто процентов в неделю я делаю питание. Вы спрашивали, какой маской, краской вы красили до белого цвета. Самый лучший. Это не значит, что самый люксовый. Нет. Для меня самая лучшая маска... Ой, краска для волос, чтобы вот такой, ну, допустим, беленький цвет был. Это болгарская акварель. Это не реклама. Белая. Это проверенная, вообще обалденная. Мои аплодисменты болгарам. Просто мои аплодисменты. У меня вот сейчас нету коробочки, чтобы вам показать. Когда я встречаю эту маску, краску я обязательно покупаю. Что у меня маска, маска в голове. Потому что я хочу вам рассказать сейчас за маску, как укреплять волосы. Укреплять для, например, блондинок гораздо сложнее ухаживать за волосами, чем когда вы брюнетка или шатенка или рыженька. Гораздо проще мне было сделать мою любимую маску. Я беру хну, туда добавляю несколько капелек любых масел, которые я люблю косметически. Это ритейное масло, там авокадо. Могу масло какао и так далее. Втираю масло ши, втираю пшеницы зародышей могу давать. А ей вид капаю, втираю. Красота. Закрываю, снимаю. У меня рыжина такая натуральная, такая красивая. Хну очень люблю, очень уважаю. Но уж слишком долго. Я лечила года 2-3, может быть. У меня так хорошо выросли волосы. Я уже такие себе шевелюры делала. Но посмотрите, у меня там есть видео, увидите. Но надо меняться. Я люблю менять стрижки. Я абсолютно не комплексую, чтобы отрезать волосы. У меня они быстро растут. Есть секреты, как сделать так, чтобы быстро росли волосы. Есть секреты, как восстанавливать после вот такой шокотерапии волосы. Я это все не ленюсь. Я это все делаю. И вуаля. Теперь уже можно. У меня уже маленький хвостик. Уже все. Я уже прекрасно могу себе. Даже у меня резиночка такая с волосиками чуть-чуть, знаете, такими одеваю. Получается уже вообще красота. Вот. А если я хочу, у меня уже накручиваются они хорошо. А ведь вот буквально летом было все выбрито. Просто выбрито. Вот отсюда. Я выбрила, чтобы мне легко было, чтобы мне не потеть, чтобы при таком темпе, как я работала летом, у меня два месяца было вообще, вообще, ну, три, если честно, взять, так вот ровно. Три – это я пахала с шести утра до двух часов ночи, и мне просто некогда было поднять головы. Я люблю так работать. Когда так работаешь, так и зарабатываешь, понимаете. А когда сидишь на пятой точке, смотришь телевизор новостей и переживаешь, как там в той чужой стране. А зачем лезть в чужую страну? Занимайся своей страной. Не надо лезть в чужую страну. Занимайся своей страной. И будет вот так вот все. А твоя страна – это твоя семья. Это твой любимый муж, это твои дети, это ты. Из-за того, что люди время тратят на чужие страны, из-за этого у них большие проблемы назревают. Поэтому, девочки, мальчики, занимайтесь каждый не зомбированием, а именно созиданием благодати для ближнего своего и любовью для ближнего своего. Вот это то, что спасёт мир. Итак, дорогие мои, вот эта краска акварель изумительна. Дальше что я делаю? Болгарская, только болгарская. Там уже лежит и бальзамчик прекрасный, там и шампунь, перчаточки, всё-всё-всё. Уже готово. Дальше, а дальше интенсивное лечение. И ещё, когда вы будете красить, не стоит укутывать волосы, ну я имею в виду обесцвечивать, не стоит в полиэтиленовый пакет или в полотенце, потому что вот эти химические краски, любые, они не нуждаются в дополнительном тепле. Это не хна. Вот если хна, басма, они да, всё натуральное, это да. Или когда вы делаете масочки, вот тогда вы укутываете. А когда химической краской красите волосы, ни в коем случае не укутывайте, ни в полотенце, ни в полиэтиленовый пакет, потому что это не питание. Это наоборот шокотерапия. И химические краски не нуждаются поэтому в этом, в дополнительном тепле. Наоборот, это навредит, сделает их сухими, и, ну, не совсем это будет нормально. Не надо. Теперь, в общем, мы нанесли, подержали, там сколько, 20-30 минут больше не надо. Потом убрали, через 2 недели снова, в промежутке этих 2 недель, где-то 6 масок у вас будет. 3 в одну неделю и 3 в другую неделю. Каждый день вам приходится ложиться вечером спать. Я даже, бывает, втираю несколько масел тёплых. Втираю и ложусь. Я подбираю обязательно репейное масло. Обязательно. Бывает, добавляю масло авокадо, оливковое масло. Это всё замечательно. Теперь шампунь. Шампуни у вас теперь особенные должны быть. Я обычно покупаю шампунь в Ивроше. Ну, я показывала как-то. Не хочу рекламировать. Но у них на 100% на основе, на вытяжке, экстрактах, я смотрела, там изумительный состав. Но кроме всего прочего, я добавляю и делаю из них люкс-шампунь. Посмотрите, как я делаю люкс-шампунь. У меня есть в библиотечке, в плейлистах «Уход за волосами». Зайдите туда, посмотрите. Там я добавляю 2-3 капельки прям в шампунь, а может, бывает и до 5 капель, какого-то масла. У меня там по-разному. Чередую. Отлично. Для волос просто замечательно. Помыла, 2 раза мою, фруктовые кислоты добавляю. Значит, после этого, когда я беру бальзам для волос, я добавляю в этот бальзам фруктовые кислоты. Это может быть несколько капель лимонной кислоты, апельсиновой кислоты. Это может быть несколько капель облепихи, ну, сока облепихи я имею в виду, алоэ вера. Вот это все я добавляю в бальзам. Накладываю тоже пару капель масла тоже. Потом опять смываю. Это у меня как маска, понимаете, получается. Вот. И потом полоскаю хорошенечко. Все. Высушиваю я ни в коем случае не феном. А так просто. Белые волосы нельзя феном сушить. Иначе вот блеск, вот этот блеск, я не знаю, видно вам или нет, не получите. После фена убивается структура волос. Просто фен убивает напрочь. Какой бы он суперфен не был. Никогда не мою волосы водой из-под крана. Никогда. Только минеральная вода. Для лица и волос только минеральная вода. Я имею в виду, которую я привожу из озера Йодового. Вот это то, что нужно у меня. Отдельная водичка лежит. Хлорирование. Уже все знают, что вода из-под крана, она годна только, чтобы постирать, помыть унитаз, помыть ванну. Уже потому, что безвыходность мы вынуждены принимать зимой с этой водой душ и ванну. Но слава Богу, я уеду. И когда уезжаю в летнюю свою резиденцию, в морскую, там у меня уже с водой все в порядке. И благодать, и волосики растут быстрее, и ноготки, и структура кожи вообще супер, как сюда приезжаю, если вдруг. Ну, я же все время принимаю ванны и души. И поэтому у меня тело уже, я чувствую, начинает то стягиваться, то это. Но я знаю, как обезвредить эту воду. Не совсем, но слегка можно. Например, когда ванну принимаю, всегда добавляйте соду. Горячей водой заливаете соду, добавляете туда морскую соль, несколько капель уксуса яблочного и заливаете. Отлично. Теперь полоскаем волосы. Опять-таки, вода должна быть не хлорированной. Обязательно добавляйте несколько капель любой фруктового сока. Лимона, апельсина, кислого я имею в виду. Лимона, апельсина, облепехи, калины. Отлично. Для волос блондинок это то, что надо. Итак, тщательно подбираем шампунь, добавляем туда масла. Моем голову питьевой или кипяченой водой. У меня есть видео, какие масла именно для волос и почему. Я там подробно разжевываю и кладу в ротик. Дальше наносить шампунь два раза за одну процедуру. Первый раз не так она мылит, не так мылит, не так смывает. А второй раз уже супер. И дальше волосы смываем только теплой водой и ополаскиваем слегка прохладной с добавлением туда кислот. Это может быть яблочный уксус, да, чайная ложечка на тазик. Или может быть это несколько капель лимонного сока, лайма лимона и так далее. Дальше. Не держим кондиционеры. Это обязательно нужно записать. Больше минуты. Кондиционер это не бальзам. Кондиционер ни в коем... Или если написано бальзам с кондиционером, всё, больше минуты нельзя трогать, наносить. Это закон. А иначе разрушает структуру. Короткие волосы теперь важно, как расчесывать. Короткие волосы мы расчесываем от корней. А если длинные, вот у меня недавно только длинные были, с кончиков. Сначала кончики и потом выше, чтобы не вытягивать. Теперь ещё что я использую. У меня шикарная расческа. Вот эта расческа, как-то я о ней делала обзор. Посмотрите, если вы найдёте. Называется он Tangle Teaser. И это расческа производства Великая Британия. Это прекрасно, как массаж, изумительно. Я не знаю, каким образом вообще не рвёт волосы. Что у меня длинные были, что короткие. Это то, что надо. Поэтому не реклама, но делюсь опытом. Для блондинок есть очень хорошие масочки с добавлением козьего молока. Обязательно у вас должен быть пакетик ромашки сушёный. И обязательно яблочный уксус. Теперь у нас это number one. Потому что каждый из этих компонентов очень хорошо влияет на состояние волос. Улучшает внешний вид и полезные свойства ромашки улучшает цвет волос. После применения средств на основе ромашки цвет становится таким насыщенным, естественным. Что уксус делает? Он делает волосы более шелковистыми и вот этот блеск придаёт. Но уксус ни в коем случае не искусственный, а домашний свой. Если нет, развести нужно будет вам чайную ложку на 200 мл воды, чайную ложку сока лимон-лайма или просто лимончика, или грейпфрута, или возьмите апельсиновый сок. И это тоже хорошо для блеска пойдёт. Ну а козье молоко это просто вообще какое-то чудо. Способствует росту, укреплению волос и делает их, конечно же, более мягкими, шелковистыми. Делаем масочку, как обычно. Возьмём 200 мл кипятка. Зальём столовую ложку ромашки. Настояли, добавили туда 1 стакан молока. Ну процедили, понятное дело. Добавили 1 стакан молока или полстакана молока можно. И добавить 1 ложку уксуса яблочного. И на чистые волосы вот эту смесь наносить. Хорошенечко пропитать волосики. И вот теперь обмотать голову шапкой, оставить на не меньше, чем на полчаса. Очень хорошо, если вы возьмёте немножечко мёда. Ну немножечко это сколько? Ну столовую ложку на голову, на корни. Это корни как укрепляем. Дальше добавим 1 столовую ложку тоже козьего тёплого молока. Несколько капель облепихового масла. Потому что обесцвечивает это масло. И добавьте несколько капель репейного масла. Вот такая как бы плеяда масел. Хорошенечко взбейте. Если нет у вас молока, ну возьмите, я не знаю, кефир. Возьмите кефирчик. Вот. И вот эту смесь втирайте в корни волос. В корни. Оно, во-первых, обесцвечивает слегка. Имеет эффект обесцвечивания. Сам и мёд, он борется с этим. И вот эти все кислоты, которые мы добавили. Масла. Вот. Пару капель лимонной кислоты можете добавить. Я имею ввиду лимонного сока натурального. Не вот это, что продаётся и называется лимонная кислота. Это опасность. И для организма, и для всего. А именно лимонный сок. Вот до той кислоты лимонной. Из лимонного сока. И тоже вот в эту масочку. Ну и кислоты, которые в кефирчике. Если кефира нет, можете взять сметанку. Ну, в общем, сами придумайте, что. Вот это перемешайте. Прекрасно укрепляет волосы. Блеск для волос. А потом тёплой водичкой можете смыть. Плохо смывается, возьмите шампунькой. Но держать надо не менее 30-40 минут. Дайте мёду хорошо пропитать корни. И в общем, с другими масками я вас ещё познакомлю. Буду знакомить. Сейчас у блондинок это всегда очень тщательный уход. Особенно следить за кончиками надо постоянно. Корни, кончики это постоянно. А маски, маски это у нас теперь всегда. Это наш спутник теперь. Не, ну я и раньше всегда делала. Ну, раньше всё очень просто было. Для более тёмных волосиков гораздо проще, чем для блондинок. Вот так вот, друзья мои. Ну, а я люблю вас. Будьте благословенны, будьте красивы. Дарите любовь ближнему своему. Чаще улыбайтесь. Любите, любите ближних своих. И ещё раз любите. Всё у вас будет хорошо. Пока-пока. Убийоз. До свидания. Убийоз. Пока-пока. Пася. Убийоз. Продолжение следует...